Итак, всех снова приветствую, с вами Дима, и сегодня я бы хотел впервые за все это время попробовать пройти рулетку случайных демонов. Этот челлендж крайне популярный, и мне кажется то, что абсолютно все уже попытались его пройти, кроме меня, естественно. Последний, кто играл в эту рулетку, был Декоди, и он поставил 42%, собственно, я надеюсь, что у меня будет больше. Вот, собственно, наша Geometry Dash рулет, и те, кто до сих пор не понимают, как это все работает, давайте я вам немного объясню. В общем-то, мы заходим на сайт, выбираем тут Any Demon, то есть это демон, который может быть изи, может быть экстрим, вообще что угодно может попасться. Далее сохраняем ID и нажимаем Start. У нас попался какой-то магитанс, давайте посмотрим, что же это. Сейчас, конечно, повезло, мне выпал изи демон, и его надо пройти всего лишь на 1%. Давайте я по-быстрому это сделаю, даже музыку скачивать не буду, потому что, ну, нету никакой в этом проблемы. У нас выпадает Cognition, теперь нужно поставить 3%, и все это повторять до тех пор, пока я не дойду до 100%. И чтобы вы понимали, я много смотрел ютуберов, много кто это проходил, но я до сих пор не видел, чтобы у кого-то получилось это сделать до конца, потому что бывает выпадают экстримы на 70%, бывает еще что-то, и... понятно. Но перед тем, как продолжить, я бы хотел вам кое-что рассказать. Недавно мне на глаза попалась интересная онлайн-игра про Россию, да еще и на телефоне. Поэтому я бы хотел поделиться с вами такой находкой, как BlackRussian. Это крупнейшая мобильная игра по мотивам реальной России. Тут есть все, реалистичные локации и автомобили, множество развлечений и интересных работ. А самое главное, что все это абсолютно бесплатно. Для хорошего старта я договорился о специальном промокоде Nellis, который подарит вам секретный автомобиль и вип-статус на 6 часов. Поэтому скорее беги по ссылке в описании и качай BlackRussia всего в пару кликов. В общем, я не знаю, с серверами происходит что-то странное, у меня вот до сих пор не получается скачать музыку, надеюсь, потом это исправится, потому что... Но это как-то не классно. И давайте... Ой, тут все-таки походу придется музыку скачивать. Что это? Ну тут мне просто два раза надо правильно нажать. Вот, наконец-то у меня это получилось. А, стоп, мне надо поставить 3%. Господи, зачем я на прошлом уровне поставил 2? Почему? Короче, здесь надо сделать не 2 сумасшедших клика, а 4. Поэтому сейчас попробуем это сделать. Опа, все, наконец-то 3%. Я надеюсь, что такого больше не будет. Вводим троечку. Так, пожалуйста, пожалуйста, я тебя умоляю. Кордели, оно звучит вроде безобидно, но сейчас мы посмотрим, что этот уровень из себя представляет. Надеюсь, все хорошо. Здесь надо сделать 4%. Давайте попробуем. У нас, я думаю, никаких проблем с этим не будет, потому что это... Ну, вот, собственно. Уровень очень простой, и я надеюсь, что дальше так и будет происходить. Поэтому я ввожу четверочку, и что у нас дальше? Теперь у нас на очереди импульс. Надеюсь, что сегодня мы пройдем хотя бы до 50%, потому что произойти может все, что угодно. Как вы понимаете, оно не от меня зависит. Ой, я уже... Что-то я как-то заговорился, и по привычке прошел больше, чем надо. Но я надеюсь, это ничего страшного. У других людей, у того же Декоди, были такие случаи, когда он стал даже на 10% больше, чем нужно. Поэтому, ну, это мне особо не поможет, поверьте мне. Ну, как раз-таки таким способом можно сейчас пройти чуть-чуть дальше, и не задерживаться на первых уровнях. Вот у нас уже хард, 12%, конечно, намного интереснее. Поэтому давайте попробуем. Хорошо, буду играть без практики, потому что пока что, в принципе, она не нужна. Но, что касается самого челленджа, мне он довольно-таки сильно нравится, потому что это... Это забавно. Тут присутствует какая-то интрига, переживание. И этим рулетка, конечно, крайне интересная. Мне хотелось бы, конечно, ее пройти до конца, потому что это реально прикольно. Вот, кстати, мы уже прошли докуда-то... Ой, я хочу умереть! Я хочу! Я честно хочу! У меня не получилось раньше. Я просто реально... Там началась какая-то авточасть, и пришлось вот так. Ну, простите. Хорошо, ставим 16%. Я думаю, что дальше у меня так уже получаться не будет, потому что разница между 5% и 10% это небольшая. А между 50% и 60%, например, это уже будет заметно, и у меня не получится случайно это проходить, потому что там по-любому будут более сложные части, какой бы сложный этот уровень, нет. Ладно, хорошо. Тут я, наверное, очень надолго задержусь, и мне придется пройти это на 17%. Ладно, ладно. Так, ну здесь мне, по-моему, повезло, потому что начало здесь вообще не трудное, только вот шар какой-то непонятный, его надо будет сейчас выучить. Но я даже не знаю, я попробую, конечно, это пройти. Не сказать, что это прям какой-то суперсложный экстрим. Я уверен, могло попасться что-то еще сложнее. Какой он там в топе, и все такое. Можете сами это глянуть. Но я постараюсь поставить тут 17%. Уже, кстати, 9% стоит, и дальше будет только сложнее. Так, хорошо, полетели. Тут надо не перелетать, надо... Перелетел. Надо просто тыкать там, где мне надо, и пропускать некоторые сферы. Господи, почему тут так все сложно? Так, финишная прямая. 17% ровно, наконец-то я это сделал. Господи, экстрим демон, пожалуйста, не попадайся мне больше. Давайте без лишних слов просто продолжим. Пишем 17, и у нас Deluxe Edition. Это у нас, как я понимаю, прям суперлегкий какой-то демон. Несмотря на то, что тут хард, просто эдишник очень старый. Я надеюсь, что не будет тут ничего такого сверхъестественного. Хотя нет, я поиграл практику, и все-таки по сложности, может быть, это и является хард демон, потому что тут слишком много мест на память, слишком какие-то запутанные места, но, тем не менее, я уже это прошел, потому что вот эта финишная прямая, 19%, но, к сожалению, 18% здесь поставить не получилось. Я не знаю, зачем я каждый раз оправдываюсь, и сейчас мне выпал Кенес. Это, как я понял, да. О, господи, вы что, издеваетесь надо мной? Почему именно мне такие уровни попадаются? Ну, ни у кого таких не было, вот кроме меня. Посмотрите, какие тут тайминги. Короче, я немного поиграл. Я так понимаю, это усложненная версия Сокупенхейла, и ее мне надо пройти на 20%. Я не знаю, насколько для такого, как я, это вообще возможно, но я всеми силами попробую это пройти, уже 3%, кстати. Я надеюсь, что все-таки мне этот уровень дастся. Так, поехали, 7%. Я не знаю, я очень долго тут уже сижу, у меня попыток, наверное, 300, и это только 7%, то есть я прошел только 1,3% того, что мне надо пройти. И это, конечно, нереально сложно, но я надеюсь, получится. Так, тут попозже. О, господи, я не знаю. Поехали. 16%, 16%. 16%. Господи, я уже умер просто везде, где только можно. Я не знаю, когда это закончится, но мне осталось всего лишь 4%. Это просто ужас. Короче, я только что пытался скопировать этот уровень, чтобы поставить старт-пост и потренировать вот эту последнюю часть, но игра у меня вылетела, и все попытки и рекорды слетели. Короче, вот, вы видите. Поэтому, к сожалению, общее количество попыток я вам показать не смогу, потому что, ну, сами понимаете, такая ситуация всякая бывает. Смотрите, как я это уже прохожу. Ну, я не знаю, эта волна, это просто ужас какой-то. Это просто кошмар. Я даже не знаю, как вам и описать это. Давай, давай, давай! Слава богу, господи, как же это долго было. Я не знаю, я не знаю просто. Я не могу в это поверить. Вы не представляете, насколько это трудный уровень, сколько времени это заняло. Попыток сейчас немного, может быть 200-300, потому что я до этого сидел, наверное, тысяча две попыток. И, к сожалению, игра вылетела, и не получилось это сохранить. Поэтому, сори, но я пойду дальше. Я сейчас просто... Попадется какой-то изи-демон, я там процентов 40 поставлю, потому что это нечестно вообще. Я не видел, чтобы кому-то в этой рулетке попадался такой уровень, как Кенес. Но это же вообще какое-то издевательство. Я не верю, что кто-то вообще может это нормально воспринять. Это же просто ужас. Тут еще, кстати, проблема в том, что у меня на ноутбуке всего лишь 60 Гц. Играть, конечно, намного сложнее, чем было бы, допустим, с хорошим монитором. Плюс иногда может подлагивать что-то еще. Поэтому, короче, вот пришлось вот так вот поиграть. Кстати, этот уровень я бы не сказал, что какой-то медиум, потому что тут столько мест на память. Это просто ужас. Посмотрите на эту UFO. Окей, проходим UFO-шку. Теперь у нас будет финишная прямая. 20 процентов. А нам надо 21. Ладно, хорошо, еще поиграем. Вот так вот. 23 процента. Ну, уже неплохо. Конечно, странно то, что это медиум демон. Я бы ему минимум хард поставил, судя по его таймингам и вот этому непонятному началу. Ладно, выпал в эхимент. Я надеюсь, что я не какой-то экстрим демон. Это изи демон, господи. Все, я сейчас играю практику. И прохожу это просто по красоте, вот как надо. Ладно, я сыграл буквально одну практику. В принципе, более-менее понятно мне, что тут нужно делать. И какие тут есть обманочки и все такое. Кстати, музыка тут довольно прикольная. Мне нравится. Сам по себе уровень такой довольно красивый. 20 процентов уже. Так. Окей. 24 процента я поставил довольно-таки быстро. Конечно, хотелось бы побольше, чтобы вот продвинуться где-то хотя бы к 30, уже к 40. Но ничего страшного. Это должно произойти случайно. Естественно, полностью уровень проходить не буду. Я могу просто попробовать пройти дальше. Там, насколько получится, настолько и пройду. Потому что, ну, если я специально буду тренировать весь уровень и проходить до 100 процентов, то, естественно, эта рулетка будет очень легкой. Достаточно просто подождать первого изи-демона, тренировать его до конца и, собственно, пройти его. Я думаю, это не трудно. Кстати, странные мне изи-демоны попадаются, потому что они... Я бы не сказал то, что прям слишком изи. То есть, это очень странные какие-то демоны. Но окей, ладно, попробуем. Так, тут я уже более-менее потренировал. Это я все уже запомнил. Сейчас у нас будет корабль. Собственно, пройдем до скольки. И пройдем, посмотрим. Я не буду специально там проходить до 100 процентов. Дальше я мало что тренировал. 32 процента. Вводим 32. И что у нас вылазит дальше? Я надеюсь, это не какой-то там Тартарус. Или что-то вообще сложно. Есть самое Чардж. Чардж у нас получается очень легкий демон. Особенно, когда нету Эпика или вот этой обводки Фичер, то демон кажется еще как-то проще, потому что он такой маленький, безобидный, типа, да, вот так. Короче, у нас уже 33 процента. Рулетка пройдена на 1 треть, получается. И я думаю, что это уже достаточно неплохо. То есть, конечно, могло бы быть и больше, но в этом просто виноват Кенес, на который я потратил уже часа 3, наверное, и потратил просто все силы для того, чтобы пройти это. Вот этот, кстати, изи-демон тоже какой-то непонятный. Я не понимаю, что произошло с сложностями. С каких пор вот эти вот тайминговые непонятные уровни, они теперь изи-демоны. Ну, типа, реально, я еще раз повторюсь, но после Кенеса, я думал, что я сейчас в любой изи-демон зайду, и мне покажется он очень простым. Но тут, посмотрите, какие-то тайминги, он какой-то забаганный, неприятный. И, кстати, пока есть возможность немного расслабиться, если это, конечно, можно так называть. Я бы хотел вас спросить, как вы вообще относитесь к прохождению сложных уровней, потому что у меня обычно на канале они заходили не особо. Этот ролик я тоже не знаю, насколько он хорошо зайдет, поэтому сообщите, пожалуйста, в комментариях, насколько вам нравятся вот эти вот прохождения сложных уровней, потому что я бы не сказал то, что мне это сильно нравится, но как вы понимаете, 32 процента, кстати. А мне 33 надо, прикиньте. Поехали. Вот так вот, продолжаем. Дальше 38 процентов. Окей, ну мы почти дошли до 40. Если что, вот сейчас я реально не специально поставил рекорд, потому что, ну, когда проходишь вот такую жесть, на самом деле не особо обращаешь внимание на то, сколько конкретно процентов ты прошел по этому ссори. Но мы перейдем дальше. Этот уровень... А почему у меня все монетки тут собраны? Или это баг какой-то? И 500 этих... Подождите, а что происходит с серверами Geometry Dash? Почему это так? Так, у меня собраны все орбы, все монетки, но при этом уровень не пройден. Что это такое? Это как так? Ну я не помню, чтобы я его как-то проходил, но окей. То есть у меня, получается, сейчас рекорд будет ставиться без орбов. Это очень странно, как будто я игра, видите, в редакторе. Это что? Я не знаю, с чем это связано, что это за баг, но если кто-то из вас такое уже встречал, то напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я такого еще не видел. С чем это связано, непонятно. По-моему, сейчас тут начинается какая-то жесть, просто непонятно. Все, хорошо, я уже попрактиковался, понял, как это проходить. Получается вот тут так. Теперь тут надо прям максимально аккуратно лететь. 32%. Мне надо 39%. Так, окей. Летим ли... А что я умер? Я не понимаю. А что? Нет, это какой-то очень странный уровень. Я не понимаю, почему, но за сегодня мне не попался ни один какой-то классный, крутой, сбалансированный уровень. Все они либо сложные, либо просто какие-то непонятно кем построены, и непонятно как. Я не знаю, что это такая за особенная рулетка, но как-то вот так получается. Так, окей. Летим вот сюда. 39% ровно я поставил. Так, давайте посмотрим. У нас выпала нантенда. Кстати, знакомое название уровня, и по-моему, я даже знаю, что это. Короче, я не знаю, ребят. Я сижу уже достаточно долго, я поставил 40%. Это довольно таки неплохо, я считаю, учитывая, какие мне уровни сегодня падали. Хоть я сейчас и показываю медиум, но вы понимаете, что это касается всяких кеносов, всяких каких-то еще экстримов. Я не помню, что у меня падало. Если вам это понравилось, то продолжение обязательно будет. Ну, на этом уровне я по-любому 40% сделаю. Просто я нереально сильно устал, поэтому если вы действительно хотите продолжение, вам это нравится, и вы хотите, чтобы я вот показал просто уровень, ну, мне кажется, я уже это продемонстрировал, учитывая, что я сегодня проходил, опять же, и насколько я все это прошел. В общем-то, я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то вы уже знаете, что делать. Также подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. И с вами был Дима. Всем пока.